Так, сегодня 1 мая 2019 года, и белые люди отдыхают. Ну что, пройдемся по Китай-городку. Флажули всякие, шарули. Естественно, переговоры рационные. Не-не-не, не рационные, а как правильно, рациональные. Рациональные переговоры, отличненько. А что если я сделаю это видео не очень коротким? Ну таким, чуть-чуть больше, чем 1-2-3 минуты, как на это смотрите. Я тоже думаю, что вы не против. Пройдемся немножко. С утра смотрел видео про мосты китайские, как в Китае мосты делают. Ну просто нереально. Все началось с того, что Советский Союз помог. Ну а дальше-то уже они сами по-серьезски принялись. И у них сейчас уже несколько сот тысяч мостов. То есть по сути по мосту на где-то, ну на сколько? Один огромный мост примерно на тысячу человек. Ну или даже если на чуть больше. Все равно это сумма громаднейшая. А, ну если кто вдруг не в курсе, то это Ильинский сквер. Очень такое забавненькое место. Именно в плане отдыха. Особенно летом. Ну то есть можно просто курирует. А можно просто вот на травочку сесть, посидеть. Первое мая, да. Не, ну раз вертолет летит, надо же его снять. Он же летит-то именно за этим, правильно? Так, хорошо. Кстати, ничего интересного сильно не вижу. Это чуть дальше будет интерес. Но машинки перекрыли. Просто от того, что скорость моего шествия довольно невысока. Видео может казаться жутко скучным. Но тем не менее, если вдруг вы здесь не были и не видели, то некоторые детали можно и посмотреть. Ну, например, вот это все дело относится к администрации президента. Не, не вот это вот. А вот это вот. Ага. Да, вы не спутали. Политех. Вообще, я бы хотел сходить в музей этот политехнический. Когда его уже наладят. А его, оказывается, налаживают уже несколько лет. Вот деревянные эти всякие, назовем их условно помосты. Они же лавки. Очень даже располагают к тому, чтобы в тюнечке так призасесть и побеседовать, почитать. Как говорится, повтыкать в телефон с теми же задачами, то есть побеседовать и почитать информацию набрать. Так, кроме того, что это Ильинский сквер, вот эта вот вся дороженька называется так интересно, как Старая площадь. Какой раз я это уже говорю. Ну, на этом канале, наверное, немногочисленный. Бойцов здесь много по каким-то причинам. Скопление народа всегда требует каких-то, ну, как будто бы требует каких-то там скоплений иного народа. Так вот, это Старая площадь называется. Вон даже есть адрес старая, 2, дробь, 14 что ли. Ну, дробь это относится, видимо, к линке. Так, возможно, здесь нельзя переходить. Ну, в данном случае, кому какое дело. Вот. И вот мы и выходим на новую площадь. Это стыковочка Ильинки, которая ведет на Красную, и Моросейки, которая ведет, ну, условно назовем его Белорусский квартал. Даже для утра обычного дня это очень мало сейчас машин, малочисленный трафик. Практически нулевой. Или нулевый. Главное говорить плюсы, а не плюсы. Так, мигалочка едет. Ну, а как же без нее? Без мигалочек и жизнь не та. Вот. Самолетики не летают. Вертолетик летает. Так, хэвэ еще остались у храма. Ну, и, собственно, все. Наверное, достаточно. Я знаете, как назову этот малюсенький? Возможно, непримечательный. Но, тем не менее, солнечный видосик. Назову его Утро Президента, да? Нет. Утро в Китай-городе. Нормандия? Я тоже так думаю. Ну, что там? Лайк, колокольчик, вся бурда.